40-летние девственники расскажите свою историю в августе мне исполнится 35 и я все еще девственник никогда не целовался и не был на свидании у меня больше нет сил искать себе пару я смирился с тем что буду всегда один моему другу 39 и он до сих пор девственник он очень религиозен у него были девушки но он никогда не был женат так что секса у него тоже не было по крайней мере у меня такая информация не знаю может он лишился девственности и стыдиться этого может он гей или асексуал не знаю он ходит в бар и выпивает как все играют видеоигры много путешествует хорошо выглядит но не супер красавчик он немного не форме но не все так плохо но он считает что до свадьбы нельзя и у него очень высокие запросы к девушкам несмотря на свой возраст он до сих пор читает что ему подходят только верующие девушки которые выглядят не хуже чем кейт аптон надо просто признать что я ужасен как внешне так и в плане характера у меня нет никакой сопливой истории или длинного объяснения общество меня отвергала годами и это привело к депрессии которая тоже нихрена не облегчает жизнь но дело даже не в этом я просто понял есть люди вроде меня которым вообще невозможно подступиться мой брат познакомился со своей первой девушкой в 38 лет так что не теряйте надежду оп спроси у меня тоже самое через 20 лет я знаю одного 34 летнего парня который даже ни разу не целовался он жуткий социофоб 15 лет назад он разговаривал по телефону с девушкой которая открыто демонстрировала свою незаинтересованность в нем и он просто бросил трубку еще был один случай когда к нему в баре подошла красивая подпитая девушка и он там чуть не обделался пацан явно не хотел иметь с ней ничего общего я знаю парней которые вроде бы довольно общительные хорошо выглядят но настолько сильно бояться отказов что не могут сделать девушке комплимент даже если она первая начала флиртовать у меня тоже есть подруга которая даже ни разу не целовалась она немного полновата но не сказать что толстая выглядит вполне ничего мне кажется все дело в уверенности в себе почти всегда дело в уверенности в себе я какое-то время встречался с девушкой которая тоже была немного полный кой ни худой ни толстой она постоянно спрашивая у меня почему я встречаюсь с ней и часто поливала себя грязью и казалось что я мог бы найти себя кого-нибудь получше и мои попытки переубедить ее были совершенно четны через какое-то время и и не Уверенность в себе и постоянные сомнения по поводу наших отношений привели к тому, что мы разошлись. Были еще и другие проблемы, но это было главной. Моему коллеге 51 год. У него никогда не было ни девушки, ни секса. Природа хорошенько отыгралась на нем. Мне кажется, он похож на страшную косоглазую версию Дэнни Де Вито, только без актерских способностей. У меня на работе тоже есть коллега-девственник, которому примерно за 50. Однажды он сказал мне, что у него никогда не было брачных отношений. Выглядит он довольно обычно, но ужасно скупится. При том, что у него немало денег. Относит себя к евангеликам, постоянно подкатывает к девушкам, которым чуть больше 20, и которые явно слишком хороши для него. Хотя он так не считает. Уверен, он хочет, чтобы его будущая жена тоже была девственницей. Он пытался знакомиться в интернете, но всегда попадался на разводил. Мне жалко его, так как у меня тоже был период, когда я годами безуспешно пытался найти себе пару. Мне почему-то кажется, что мужики вроде того, что ты описал, не осознают, что они постарели. Мне самому 48, и я могу тебе точно сказать, что я чувствую себя на 20 с чем-то. Однако я понимаю, что мой дух полон желания, но плоть слаба. А так как у них в жизни ничего не происходит, то им кажется, что ничего не меняется. Они действительно верят, что им до сих пор 20. Мне тоже за 40, и я полностью согласен. Нет ничего более отрезвляющего, чем вечеринка с 25-летними. Один раз сходил и понял, не, все-таки я староват. Знаю одну девушку, которая лишилась девственности в 33. Из-за очень строгой и верующей семьи, вплоть до старшей школы у нее не было абсолютно никакой возможности общаться с противоположным полом. В универе она была немного полноватой, и это не мешало ей нравиться парням. Но почему-то ее вес настолько убил в ней всякую уверенность в себе, что она даже не замечала, как к ней подкатывают парни. Потом она занялась своей карьерой в банковской сфере, стала очень много работать и набрала еще больше. Так что ситуация становилась только хуже. У нее было много друзей мужского пола, но она так и не научилась распознавать, когда к ней кто-то клеится. Прошло время. Она привела себя в порядок, стала более уверенной в себе и потеряла девственность при том же весе, что был у нее в универе. Только тогда она считала, что была слишком толстая. Иронично, не правда ли? Работаю с одним таким мужиком, ему лет 45-50. Он странный чел, слишком много работает, но деньги никогда не тратит, постоянно скупится. Он довольно общительный, и я знаю, что он хочет отношений. Просто он слишком сфокусирован на работе, и это очень сильно ему мешает. Весь этот тред как бы намекает на то, что пора сделать сайт знакомств для людей, у которых проблемы с общением. Я бы вмиг на нем зарегался. Моя проблема в том, что я боюсь, что кто-нибудь из моих знакомых увидит, что я сижу на этих сайтах и начнет спрашивать меня об этом. Я не очень люблю обсуждать свои отношения с друзьями и семьей. Но ведь если они найдут тебя, значит у них тоже там есть аккаунты. Потерял свою девственность в 40. У меня и до этого были возможности, но почему-то я их в то время не замечал. Иногда девушки флиртовали со мной, а я просто застывал и не знал, что делать. Я очень застенчивый и тихий. Иногда мне кажется, что у меня проявляются симптомы аутизма. Но я ни разу не обращался к специалистам и не проходил обследование. Мне всегда казалось, что со мной что-то не так. И я всегда чувствовал, что я не совсем нормальный. Ну и я особо никогда не ходил на вечеринки и почти не пил. Однажды я пригласил к себе коллегу посмотреть кино. Она, кстати, тоже очень тихая и стеснительная. Я позволил ей сделать первый шаг и все произошло. Это было два года назад. Сейчас мы помолвлены. Мне 30. Я толстый, непривлекательный, бедный и я не умею общаться с людьми. Я работаю в компании, которая занимается починкой авто. И бывает месяцами не общаюсь с девушками, близкими мне по возрасту. За исключением членов семьи. Я полностью смирился с тем, что умру девственником. Все просто. Я не привлекаю девушек, которые нравятся мне. Я хожу в качалку, занимаюсь спортом, люблю путешествовать. Я знаком с множеством офигенных людей, у меня много друзей. Но большинство девушек моего возраста уже замужем. А те, у которых до сих пор нет пары, не особо-то во мне и заинтересованы. Сейчас я начинаю осознавать, что можно жить полной жизнью и без отношений. Правда, мне жаль, что у меня нет родного человека, с которым я мог бы разделять свои путешествия. Я 32-летняя девственница. Не знаю, как так получилось. Я поняла, что асексуальна только в 27. Но это не значит, что я не хочу иметь отношений. Мне 41 год. Мой единственный в жизни секс был с проституткой. Из-за того, что я болею аутизмом, девушки считают меня странным. Мой муж аутист, а я обычная. У меня есть определенный опыт общения с людьми с особыми потребностями. И я училась на детского психолога. Спешу тебя уверить, мой муж никогда, никогда не чувствует себя обузой. У нас есть определенные трудности, которых нет у других пар. Но с другой стороны, мы не столкнулись со многими другими трудностями, которые обычно встречаются у других. Он лучший партнер, которого можно себе представить. Он очень любящий, трудолюбивый, нежный. Он отлично готовит, заботится о моей карьере и здоровье. И он абсолютно спокоен к моей бурной экстравертности. Когда я возвращаюсь домой после работы, я чувствую себя так, будто я в отпуске. И все это у нас происходит без чрезмерной болтовни. Я знаю одного чела, которого зовут приятель. Серьезно. Он работает на заправке неподалеку меня. Ему около 40, и это один из самых классных мужиков на свете. Я постоянно рассказываю о нем всем своим друзьям. И часто специально хожу на его заправку. Потому что он просто офигенный. Однажды мы разговаривали, и он упомянул, что никогда не занимался любовью, не был в отношениях и не ел мясо. Очевидно, по каким-то религиозным причинам, я не уточнял. Тем не менее, чувак просто озаряет всех своим позитивом и очень заботится о всех окружающих. Я это все к тому, что не обязательно вести активную половую жизнь и иметь вторую половинку, чтобы жить прекрасную жизнь. А еще прикол в том, что его зовут приятель, и он всех называет приятелями. Дико забавно. Мне 42. Никогда не был даже на свидании. Моя история делится на три периода. Мне 17-25. Я зову девушек на свидание. Все отказывают, кроме одной. Популярнейший их ответ на мое почему. Потому что ты, это ты. Одна из них объяснила, что это значит, и тогда я сдался. Я углубился в учебу и во все, что мне нравилось. И я очень много читал обо всем подряд. Мне 25-32. Я даже не пытался. Продолжал заниматься самообразованием. Мне попадались девушки, которых я хотел куда-нибудь пригласить, но я все еще был с собой. И понимал, что они мне откажут. С 28 до 30 лет у меня была очень изнуряющая рабская работа, которая выжимала из меня все соки. В 30 я пошел в качалку. С 32 по сегодняшний день. Я сбросил около 40 килограмм. Занялся бегом и йогой. Девушки начали обращать на меня внимание, но я убедил себя, что я для них не привлекателен. Много всего выдумывал. Потом я немного подзабил на качалку и набрал вес. К счастью, у меня до сих пор мышц больше, чем жира. Ближе к 30 я понял, что я очень закрытый и что со мной тяжело общаться, а это делает отношения крайне затруднительными. Примерно в то же время я стал подозревать, что болен аутизмом. У меня много симптомов. Потом я начал думать, может у меня еще и повышенная тревожность. Я понимаю, что я чувак из серии лучше, чем ничего, но я не хочу быть чьей-то последней надеждой. Я хочу быть с девушкой, которая хочет быть со мной, а не которая должна быть со мной. Я не хочу быть ни для кого обузой. Ну и осознавание того, что я 40-летний мужик, который никогда не был на свидании, тоже является немалым препятствием. Я выросла в очень верующей семье, поэтому мне всегда говорили, что до свадьбы ни-ни. У меня были парни, но спать с ними было запрещено, так как я дала обет воздержания. До 30 лет, пока я не вышла замуж, я носила кольцо обета. Потом я вышла за моего лучшего друга. Он предупредил меня заранее, что у него есть какие-то проблемы в постели. Но я знала, что у него до этого никогда не было девушки. Так что я наивно полагала, что когда мы разденемся, все решится само собой. Я ошибалась. Оказалось, что он импотент. Но я решила, что мне это не важно, ведь я вышла за него не ради плотских утех. Мы собирались обратиться к врачам за помощью, но случилось несчастье, и он серьезно повредил свою голову. Сейчас у него паралич нижних конечностей и гора других проблем. Что самое странное, травма исправила его проблемы с эрекцией. Это могло бы быть хоть каким-то утешением, но он настолько страдает от боли, вызванной параличом, что я даже не могу на него залезть. Вот так и вышло, что мне почти 40, и я замужняя девственница, заботящаяся о своем парализованном муже, и понятия не имею, что меня ждет дальше. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео можете писать, почему ты еще девственник. Плюс, дичайше тебе рекомендую посмотреть видео, я отсидел 18 лет ни за что, отвечу на вопросы. И какую дешевую вещь можно купить, чтобы показаться невероятно богатым. Редактор субтитров А.Семкин